17 часов 4 минуты в Москве. Это бизнес-класс на Финам.ФМ. Как обычно, будем обсуждать, как сделать деньги, искать незанятые ниши, интересные идеи, откровенно общаться с представителями различных бизнесов, задавать им вопросы, думать и обсуждать новости и то, как сделан их бизнес. Итак, сегодняшняя тема – загородная недвижимость. Обсудим плюсы и минусы. В гостях у нас Алексей Кокарев, генеральный директор Авантель Инвест, компании-застройщика загородного комплекса Яхонтовый лес. Алексей, здравствуйте, спасибо, что пришли. Да, добрый день. Предлагаю начать с новостей, то, что у нас сегодня выходит на новостных лентах. Ну, из того, что я, по крайней мере, заметил, может быть, вы меня поправите, наверное, самое интересное, то, что сейчас происходит, это продажа, точнее, выброс на открытый рынок 7% акций Сбербанка, которые, как мы сейчас увидели сегодня, разместились, то есть продались по цене 93 рубля. Ну и, кроме того, ВТБ также не замедлил, собственно, заявить, что после Сбербанка ВТБ тоже будет в ближайшем будущем размещаться, ну, посмотрев на то, как разместится Сбербанк. То есть вот эта вот тенденция, что у нас идет, у нас идет как бы доп. размещение акций, вообще к чему это? То есть неужели рынок считает, что вот сейчас, может быть, самое лучшее время? То есть обычно, знаете, вот всякие IPO и SPO, они проводятся на хаях, то есть на самых высоких точках рынка, ну, потому что это очевидно, то есть люди хотят получить больше денег за акции. Вот как вы считаете, в связи с текущей ситуацией на рынке, насколько, о чем это может свидетельствовать, скажем так? Ну, прежде всего, это свидетельствует, наверное, о том, что спрос, как мы видим, действительно есть, и все-таки такой банк, как Сбербанк, это такое уникальное такое создание на нашем рынке, и альтернативы ему, там, людям, которые желают, так скажем, вложить деньги в банковский сектор, наверное, все-таки нет, да, и та цена, по которой акции приобретались, говорит о том, что спрос у него действительно присутствует, люди фундаментально в него верят, а если верят в него, ну, наверное, верят и в российский фондовый рынок, что рано или поздно как-то пойдет он так, не теми темпами вверх, да, как это было последние, там, пару лет, но, наверное, посерьезнее. Ну, вот с начала года что-то, пока оптимизм этот не подтверждается, хотя, может быть, конечно, к концу 2012-го мы что-то и увидим. Ну, все, наверное, этого и ждут. А вы участвуете как-то в фондовом рынке? У вас, может быть, что-то какие-то, есть ли операции по продаже, что-то делаете? Немножко, да, немножко это не мое, поэтому мы сосредоточились на другом бизнесе. В моем понимании, каждый должен заниматься своим делом. Если человек разбирается в строительстве и в девелопменте, пусть он лучше делает это, а что-то другое, как говорится, оставим это на долю профессионалов. Хорошо, окей. И еще интересный момент, вот то, что я сегодня видел в новостях. Законопроект о почтовой связи разрешит Почте России передавать свои отделения в управление частным предпринимателем, по сути, на условиях франчайзера. Как вы считаете, насколько у нас есть шансы увидеть кучу-кучу отделений Почты России, которые принадлежат, собственно, обычным частным предпринимателям? Знаете, я вот, честно говоря, не слышал эту новость, но, так и оценивая сейчас, на 100% за, для того, чтобы понять, наверное, почему это делается, достаточно уехать за, там, тысячу-полторы тысячи километров от Москвы, заехать в любую деревню, да, на самом деле, и 100 километров от Москвы, и увидеть то почтовое отделение, которое там есть. На самом деле, немножко грустное зрелище, да, хотя, по идее, в этом строении сосредоточено все, там, да, там и продажа каких-то услуг, там и оплаты, и денежные переводы, и непосредственно почта, вот. Вот, и, наверное, действительно, местные жители, как-то те же самые предприниматели, наверное, смогут немножко по-другому, там, да, все это организовать и сделать, как бы, да, потому что не всегда, наверное, из Москвы у уважаемых, там, руководителей доходят руки непосредственно, вот, до, как говорится, там, до земли, там, до места, навести там порядок. Так и заявляют, 70% почтовых отделений расположены в сельские местности, и подавляющая из них, подавляющая часть из них убыточна. То есть, это, наверное, такой последний шанс, как-то, может быть, вывести, вывести в прибыль, вот, собственно, все предприятие. Ну, а человек, который живет в этой же самой деревне, где до сих пор, там, убыточно работало это почтовое отделение, наверное, он лучше знает, как его работу можно организовать так, и что там еще нужно сделать, чтобы он приносил хоть какие-то деньги. Для Почты России эта прибыль, там, она несущественная, там, для человека, живущего за полторы тысячи километров от Москвы, наверное, это все-таки существенный будет. То есть, специфику местности знает, конечно же, тот человек, который там живет. Ну, и, в общем-то, в девелотменте, я думаю, что это примерно так же. То есть, если вы хорошо знаете специфику Подмосковья, вы, собственно, делаете бизнес именно там. Правильно я понимаю? Ну, время покажет, да. Да, и переходим к нашей теме, загородная недвижимость. Ну, я предлагаю просто очень мельком набросать некие плюсы и минусы. Да, ну вот человек, у которого есть некие деньги для того, чтобы приобрести какую-то недвижимость. В черте города, либо загородом. Вот какие плюсы? Очевидный плюс, что, наверное, свежий воздух. Хотя, кстати, вопрос под Москвой, насколько он свежий. Ну, если речь вести именно о Подмосковье, то основное преимущество его от города – это, естественно, цена. То есть, человек, который имеет там достаточно денег, там, для приобретения какого-то недвижимости в Подмосковье, не факт, что ему этих денег хватит купить хоть что-то в городе Москве. Другое дело, люди, которые могут себе позволить или имеют уже квартиру и в городе, и ищут что-то еще. Наш проект, он все-таки больше ориентирован как это второе жилье, либо альтернатива даче. Вот, поэтому делали мы его непосредственно в близости от Москвы. То есть, мы понимаем, да, что основное жилье ему тоже, естественно, может быть, но все-таки достаточно от города далеко, это 39 километров. В общем, это позволяет, там, в ту же пятницу, там, или в субботу спокойно туда, там, добраться, да, там, не лучше или хуже, чем в любое другое место, там, подобного расстояния. То есть, предполагается, что все-таки у человека, человек живет все-таки в городе, а загород ездит отдыхать, то есть, не на постоянной основе? Да, потому что все-таки дача и загородный дом, ну, если кто-то жил там или живет сейчас, он прекрасно понимает, что это связано с достаточно большим количеством, там, забот и содержания, и следить за ним нужно, и так далее. Не все, в принципе, к этому готовы. Почему те же самые подмосковные отели, несмотря на то, что ценник их, ну, более чем высокий по сравнению, там, с бюджетными зарубежными курортами, с той же Турцией, но они практически круглый год под Москве полные, да, и люди там приезжают, живут, и живут за достаточно дорогие деньги, потому что это действительно реальная альтернатива покупать что-то свое. Наш проект как раз позволяет эти вещи немножко совместить, то есть, люди могут пользоваться всей той инфраструктурой, которая есть на сегодняшний день в одном из лучших подмосковных курортов Яхонты, и при этом иметь на территории этого курорта собственное жилье, апартаменты, либо таунхаусы непосредственно в лесу, пользоваться со скидкой всей инфраструктурой, и при этом не иметь проблем, там, с тем, что это нужно охранять, чистить дорожки, там, еще что-то делать, там, следить, там, за сетями, электричеством, отоплением, там, канализацией и так далее. То есть, по сути, есть два варианта. Можно купить, например, какой-нибудь домик в деревне, грубо говоря, где практически нет коммуникации, либо там они как-то ограничены, либо вы можете пойти по тому пути, который предлагаете вы, то есть, полностью все коммуникации, все есть, все на уровне, что называется. Ну, а вот как вот пробки, например. Все мы знаем, что МКАД и рядом с МКАДом, там, в общем-то, не самое лучшее, не самое быстрое передвижение, скажем так. То есть, вот так, если... Все-таки, конечно, если второе жилье, то это да, но вот если, например, каждый день мотаться туда-обратно, то это, наверное, не очень правильно, да, то есть, стоять в этих пробках, как вы считаете? Ну, у нас, на самом деле, сейчас все больше и больше становится людей, которым нет необходимости ездить и работать непосредственно в офисе, да, и достаточно иметь современные средства коммуникации, чтобы человек мог находиться там, где ему комфортно и выполнять всю ту работу, которую он должен выполнять. Поэтому первое, опять же, одно из первых вещей, которым мы озаботились, готовя и делая наш проект, это современные системы связи, то есть, интернет, телевидение, телефония, не по радиоканалам, как это делается там, во многих там загородных поселках, так, вторично, да, у нас там проложены действительно современные все линии, человек там за вполне вменяемые там даже для Московской области деньги может получить весь этот набор услуг. Алексей, а у вас вот именно этот проект, да, я так понимаю, Яхонтовый лес или что-то еще есть? Нет, мы реализуем именно этот проект, мы долго хотели сделать что-то подобное, долго смотрели, выбирали место, и в 2010 году остановились, так скажем, после кризиса именно вот на этом месте. Была возможность, действительно, большая территория, которую можно было застроить, вот, непосредственно лес, потому что многие стройки все-таки, они, как обычно, они начинаются в поле, строятся, обещается людям там большая, прекрасная инфраструктура, до которой руки, как правило, у застройщика уже никогда не доходят, а дальше уже либо управляющие компании, либо какие-то сторонние инвесторы, когда уже все заселились и народ начинает там ругаться и злиться, да, пытаются что-то там как-то сделать. Здесь была именно задача сделать этот проект там, где уже вся эта инфраструктура есть. В принципе, люди, которые сейчас приезжают и покупают у нас апартаменты, да, конечно, они ездят, смотрят там тот дом, который мы построили, он уже стоит, он готовый, вот, сделано благоустроиться, детские площадки, дорожки, беседки, там, лавочки и так далее. Вот, но основное, они ходят и смотрят по отелю, то есть то, чем они могут пользоваться уже сегодня. Бассейны, аквапарки, рестораны, караоке, боулинг, там, ну, в принципе, все, что нужно, там все есть. Плюс не нужно за это платить, то есть, грубо говоря, если вы хотите этим воспользоваться, вы приезжаете за это и платите, грубо говоря, за те услуги, которыми вы воспользовались. Это то, что вы делаете немножко по-другому, чем все остальные, те, кто строит в Подмосковье? Ну, я не видел, честно говоря, подобного проекта, да, ни в Подмосковье, ни где-либо где-то в другом месте, поэтому было интересно, честно говоря, попробовать и посмотреть, что получится. Но уже видно, что получилось, и спрос есть, действительно хороший. Алексей, а до этого вы, до этого проекта, чем-то занимались похожим? То есть, что-то было до него? Ну, мы занимались похожими вещами, но частным образом, как частный инвестор, такой, так скажем, большой публичный проект – это первый, вот, и как видим, что на сегодняшний день успешный. Хорошо, продолжим после новостей. Продолжаем бизнес-класс на Финнам.фм, обсуждаем такую животрепещущую тему, как недвижимость, причем у нас фокус на загородную недвижимость, обсуждаем плюсы и минусы, где лучше покупать жилье за городом или в городе. Мне помогает это делать Алексей Кокарев, генеральный директор Авантеринвест. Это компания, которая построила загородный комплекс «Яхонтовый лес» рядом с курортом яхоты. Алексей, поправьте меня, если это не так, рядом с курортом яхоты, правильно? Ну, фактически, не рядом, а на его территории, и не совсем построили, а строим, скажем так. А, еще строите. Построен только пока первый корпус. То есть, пока что вы продаете на этапе застройки по каким-то, наверное, более льготным условиям? Ну, есть два варианта. Первый вариант – это есть дом, который уже построен, он обособлен от любой другой застройки, которая будет рядом, застройки следующих корпусов, он уже готов, люди там делают ремонт, какие-то апартаменты уже отделаны, то есть, туда можно въехать и жить там, грубо говоря, завтра. Вот. И еще два таких же корпуса будут построены. Один из них находится в стадии строительства, и до конца октября будет построен последний этаж, будет закрыт тепловой контур, и весной, соответственно, также будет уже стоять полностью готовый. И третий корпус будет построен в 2013 году. У нас вот как раз был не очень давно тоже эфир по недвижимости, но по-московски в основном, и там ваша коллега как раз говорила о том, что если купить на этапе застройки недвижимость, ну, для обычного человека, да, как заработать, по сути? Купить на этапе застройки дешевле, там, процентов на 15, может быть, на 20, то есть можно где-то, вот, собственно, эти проценты, по сути, положить в карман, если все нормально будет с застройщиком, если у него там есть лицензия, он доведет застройку до конца и так далее. Вот. Как вы считаете, примерно такие цифры, да? Да, конечно, так оно и есть. Если даже брать наш проект, то дом, который строится сегодня, его продается по цене от 49 тысяч рублей за квадратный метр. Квадратный метр в доме, который построен, и в сентябре уже будет введен в эксплуатацию, там цены уже доходят с отделкой до 57 тысяч рублей за квадратный метр. Соответственно, вот эти вот примерно 15 процентов, они и составляют, да. Ну, да, так и есть, примерно 15 процентов. Да, соответственно, как только будет свидетельство о праве собственности, цены будут еще повышены там в течение месяца, двух на первый корпус, и даже разница будет, я думаю, больше, чем 15 процентов. С учетом того, что второй корпус стоит уже практически готовый, там, это даже получается не 15 годовых, а 15 процентов там за 6-8 месяцев, ну, в принципе, неплохое. А вот свидетельство о праве собственности, я так понимаю, что это такой ключевой момент, да? То есть у вас его еще пока нет? Для многих, для многих, да, но люди, которые приходят, смотрят, как мы все делаем, и смотрят, что мы построили, хотят купить, мы, в принципе, готовы разговаривать, договоримся там о тех же рассрочках там до оформления собственности, вот, при этом объясняем, да, что если вы захотите прийти тогда, когда будет на руках свидетельство, вы будете покупать не по 49 тысяч, наверное, там, да, по 55, по 57 или по 60. Вот уже, как говорится, каждый сам смотрит и выбирает, да, с документами у нас полный порядок, все строится в соответствии со всеми разрешениями, согласованиями, проект прошел государственную экспертизу областную. То есть разрешение есть? Да, единственное, мы не продаем жилые помещения, это не жилье, поскольку строительство ведется на зоне особо охраняемых природных территорий, тоже достаточно уникальная такая ситуация, вот, но полностью все согласовано, все разрешения получены, и юридически там ни у кого еще никаких вопросов к нам никогда не возникало. То есть практически приходите и берите 15-20% годовых. Да. Ну, Алексей, ну честно, риски-то есть какие-то? Вот так, положи руку на сердце. Честно говоря, я рисков не вижу, потому что с 2010 года мы реализуем этот проект фактически за собственные средства, да, то есть первый дом построен, он уже стоит, и рисков, что что-то с ним будет не так, я в принципе не вижу, да, уже сделаны обмеры БТИ, присвоен почтовый адрес, то есть люди, которые в этой ситуации немножко, скажем, вращаются, понимают, что это такое. Документы полностью переданы уже в администрацию на получение разрешения на вот объекта в эксплуатацию. Второй корпус из 9 этажей стоит 8, и работы идут полным ходом, то есть если сегодня человек там приедет, посмотрит, посомневается, приедет, через неделю он увидит прогресс и поймет, что такое. Плюс основное, наверное, да, что здесь будет являться показатели, можно зайти на наш сайт яхонтовый лес, яхонтовыйдефис лес.рф и посмотреть, так скажем, тот темп продаж, которые идут, то есть там в режиме онлайн там есть, как называется, некая шахматка, да, в которой видно, что было свободно вчера, что продано и что не продано. Если мы увидим, что на сегодняшний день там за 5 месяцев продаж первый корпус, в котором больше 90 апартаментов, продан, ну, больше, чем на 2 трети. То есть продается, да, несмотря на ту ситуацию, на ту ситуацию, которая сложилась, складывается с недвижимостью, вот мы вот обсуждали как раз тоже в программе, которая была несколько недель назад, вроде бы так немножко затормозились цены, хотя рост все-таки есть, но в целом вот на, по крайней мере, московскую недвижимость рост сейчас как бы приобрел некоторую волатильность, то есть график, он не идет вверх, как вот у нас, знаете, вот было в 2003-2004, старт был такой, как ракета, такой, вшух, вверх. А сейчас как-то вот затормозилось немножко. Как вы считаете, вот насколько в целом какие тенденции у нас еще на рынке недвижимости? То есть понятно, что вы смотрите на это оптимистично, иначе вы не стали бы этого делать. Ну так вот, может быть, какие-то тренды? Ну мы на самом деле на этот процесс, когда его начинали в 2010 году, а в 2009 году была идея, смотрели достаточно пессимистично, да, потому что тогда вообще никто не понимал, куда пойдут цены, то ли они упадут на 40% вниз, то ли они через там 2-3 года вырастут нереально, потому что никто ничего не строит. На самом деле, даже несмотря на кризис 2008-2009 года, мы видим, что ничего такого кардинального и существенного с ценами не произошло, никуда они не упали. И достаточно просто, даже человеку, который не следит за этим рынком, просто, когда он ездит по городу Москве, смотреть рекламные предложения и объявления о продаже квартиры, что в Москве, что за городом. Мы увидим, что фактически раз там в 2 месяца ценник на этих плакатах меняется, и меняется он не в меньшую сторону. Вот и все. Вот, в принципе, ответ, наверное, на все вопросы. То, что строится в Москве, меньше, это факт. То, что в Московской области, наверное, тоже не так много осталось действительно интересных площадок для застройки тоже, да, то есть если мы приедем в крупные города, там, например, Балашуху, там Химки, еще что-то, и пройдемся посмотрим, там строить-то практически негде. Так вот, положа руку на сердце на какие-то, действительно, такие масштабные проекты реализовать. Поэтому застройка потихонечку уходит дальше от Москвы, да, там цены, естественно, более низкие, но мы, скажем, смотрим на это достаточно оптимистично, потому что наши цены, там, от 49 тысяч рублей за метр жилья в Сосновом лесу со всей инфраструктурой, с городскими коммуникациями, ну, наверное, они, скажем, более чем конкурентны, и, честно говоря, мы еще ни от одного потенциального покупателя не слышали, а почему так дорого, да? Это Алексей Кокарев, генеральный директор Авантель Инвест. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 495-6510-996, либо написать на сайт Финам.фм, задать нашему гостю любой вопрос. Итак, плюсы и минусы. Продолжаем обсуждать плюсы и минусы загородной недвижимости. Видите, очевидно, что, если это курортная зона, там, конечно же, все замечательно с экологией, скажем так. Вот это направление, это какое направление, какое шоссе? Это восточное направление, Щелковское шоссе. Между Щелковским и Горьковским шоссе, город Ногинск. Насколько оно загружено вообще вот так? Если человек, допустим, ну, окей, понятно, что коммуникации развиты, он может там жить, или, например, если дети есть с семьей, семью туда отправить, но когда нужно приехать в Москву, насколько дорога занимает? Ну, я, честно говоря, езжу туда в рабочее время, то есть утром еду туда, вечером еду обратно. Наоборот, так скажем, чем едет основная масса людей, но я с другого конца Москвы доезжаю туда за, там, час 15, там, за час 20. Наверное, в пятницу это время займет больше. Горьковское шоссе, естественно, оно забито. Щелковское шоссе первые 10 километров от Москвы, они едут медленно. Дальше, соответственно, там все свободно, потому что Щелковское шоссе на тупиковую, упирается в бетонное кольцо. Но здесь есть одно большое преимущество. Сейчас уже спроектировано, начались строительства, работы по строительству дублера трассы М9 «Волга», которая пойдет от Люберитских полей фильтрации, от МКАДа напрямую. Платная трасса будет прямо до города Ногинска и дальше туда. Строительство ее планируется начать в 2013 году. Проект уже есть, прошел все необходимые согласования. Даже уже начались работы по строительству развязки на МКАДе. В 2016-2017 году, когда этот объект, когда эта работа должна быть закончена, я думаю, что стоимость недвижимости по этому направлению существенно вырастет, потому что проехать 30 километров от МКАДа до Ногинска можно будет, наверное, минут за 15. То есть есть неплохие перспективы? Перспективы есть, да. А если вот вернуться к... Вот вы сказали, что ценники растут на рекламе в Москве. Но, с другой стороны, есть же, а, инфляция, ну и, б, а сейчас у нас, если ценники в рублях, то, соответственно, у нас недавно как раз доллар достаточно сильно подорожал, соответственно, рубль подешевел, как бы, ну и ценники тоже выросли из-за этого. А если сравнивать, покупать ли недвижимость с точки зрения, ну, как инвестицию, либо покупать, скажем, условно говоря, акции, фондовый рынок. Ну, здесь все зависит от того, чем вы готовы рискнуть и готовы ли вы рискнуть своими деньгами. Можно, как советуют все, скажем, государственные и так далее, там, виды деятелей экономиста, разложить деньги просто тупо в три валюты и, как минимум, не потерять. Это один вариант. Второй вариант – принести там деньги в банк, положить их на депозит. Но, как мы видим, депозитные ставки последние... Три валюты – это инфляция, все равно будете терять. Да, будете терять, да. Соответственно, есть возможность вложить деньги, положить деньги на депозит. Ставки по депозитам в последнее время растут, что тоже, да, наверное, немножко должно там людей все-таки настораживать, да. Значит, если растут ставки, значит, инфляция будет расти как минимум больше, да, тоже. Процентов 10 сейчас можно получить. Да, процентов 10 можно положить, да. Средней надежности банка. Инфляция, наверное, все-таки эти проценты тоже съест. Недвижимость. Здесь, конечно, человек получает некую собственность, которая в любом случае будет иметь стоимость, да. Другое дело, что с ней делать дальше? Ее тоже нужно обслуживать, ее нужно содержать, ее нужно платить там минимальные какие-то налоги. И здесь как раз наш проект, он предоставляет людям уникальную возможность, если нет желания, скажем, приезжать отдыхать самим, либо вы приезжаете отдыхаете там по выходным, но на лето вы планируете уехать там куда-то, да, то вы можете передать, соответственно, вашу собственность в управление, управляющая компанией отеля, и ваши апартаменты будут использоваться как номерной фонд отеля, и будут приносить вам, скажем, существенный доход. То есть примерно та же схема, как она работает в апарт-отелях там в Болгарии и подобных странах. Но только если за рубежом, и тоже те же болгарские курорты, по сути там сезон пляжный длится там 2-3 месяца, а все остальное время там в этих апартаментах делать нечего, эти отели стоят пустые, то несмотря там на то, что мы под Москвой все-таки-то никакого моря у нас рядом нет, и солнца нет, но все-таки сезон у нас, он круглогодичный, то есть летом у нас это лето, это пляж, это водные виды спорта, это прогулки, там можно загорать и так далее, кататься на велосипедах, то зимой у нас это зима, это коньки, лыжи и все остальное. Ну все прелести, собственно, загородной жизни, да, еще там река, я так понимаю, недалеко, да? Там рядом есть природное озеро Каверши с благоустроенным пляжем, соответственно, покупатели апартаментов имеют возможность пользоваться всем этим бесплатно, есть водные виды спорта на территории отеля, вейкборд и там прокат лодок и так далее. Если есть желание, зайдите на наш сайт, yahantvdefisles.rf, посмотрите, или звоните по телефону отдела продаж 960 33 19, вам ответят на все вопросы. Понятно, то есть есть вариант, скажем так, банковский клад, есть вариант вложения в недвижимость, то есть есть вариант, что это работа на фондовом рынке, то есть тоже как бы некий риск определенный. Вложения в недвижимость, ну, как Алексей говорит, риска нету, но я считаю, что все-таки риск есть в любом случае. Конечно, риск, конечно, есть, да. Мало ли что случится, да. Но в любом случае вы получаете собственность, и получается свидетельство о праве собственности, которое, ну, некую ценность будет иметь всегда. Вот это не акция, где компания теоретически может разориться, там ее могут разорить владельцы, может там фондовый рынок там завтра упасть. Но вы же можете недостроить по каким-то причинам? Кто боится, что будет недостроено, может купить уже готовое жилье, и, соответственно, передать его, да, просто в управление отеля, ну, как говорится, тут заработать поменьше, ну, либо не заработать, а сохранить здесь уже кто что смог. Если кто-то, потому что многие все-таки расценивают это вложение как возможность перевести пожилых родителей за город, потому что рядом с нами сейчас строится на территории отеля большой современный многофункциональный медицинский центр. Возможность отправить за город родителей там? Алексей, прошу прощения, предлагаю продолжить обсуждение загородной недвижимости после новостей. Загородная недвижимость – это наша тема сегодня. Алексей Кокарев, генеральный директор Avantel Invest, это компания, которая строит загородный комплекс Яхонтовый лес и, соответственно, его продает. Алексей, ну, вы как профессионал, вы же наверняка уже на этом рынке достаточно давно. Как вы считаете, где стоит покупать жилье, в России или за границей? Вот так абстрагируясь от того, что вы строите жилье в России, как вы считаете, есть ли смысл покупать жилье за границей или нет? Я думаю, что жилье за границей покупать будут те люди, которые в состоянии заработать за границей деньги, это первое. Второе, на старость тоже, как вариант, возможно. Опять же, тяжело, наверное, найти вариант идеальный, который устраивал бы всех. Все-таки мы здесь родились и выросли здесь, и, наверное, как нам все это все-таки ближе, если нет задачи именно, так скажем, спрятать деньги от некой, как многие считают, нестабильной политической ситуации. Это некая диверсификация рисков. Да, конечно, она возможна, но, опять же, очень мало людей, заходя в покупки за границей, реально понимают, с чем им придется столкнуться и что они делают. Есть риски юридические, есть риски налоговые, финансовые и так далее. И не все, на самом деле, покупая что-то за границей, до конца все понимают, а во сколько им это, на самом деле, обойдется. И те же самые модные истории, когда предлагалось покупать апартаменты в той же Болгарии и вы будете иметь там сколько-то там много процентов годовых, в итоге оборачивались тем, что люди радовались просто, ну, так скажем, работая в ноль, да, там, когда затраты на управляющую компанию окупались там той же самой арендой. И говорят, ну, хорошо, будем тогда ездить отдыхать сами, не выбрасывать же теперь деньги. Вот, поэтому нужно, на самом деле, очень внимательно смотреть, смотреть, что это, что за место, потому что, если в Подмосковье худо-бедно мы его все знаем, да, и понимаем, что это, как это, для чего это, как туда доехать, что здесь будет, то, когда человек приезжает, условно говоря, видит некий красивый дом там где-то за границей, он ему может понравиться, а что там вокруг. Какую-то специфику он может и не знать. Конечно, он может и не знать, он, естественно, ее не знает. Да, и никакой местный риэлтор, естественно, никогда ему это не расскажет, да, и тот же самый адвокат. Задача будет, чем хуже клиенту, тем адвокату там уже лучше, да, и поэтому здесь вот тяжело на самом деле. Если есть реальный интерес, тут нужно очень 10 раз подумать и как-то искать какие-то там варианты либо знакомых, либо еще что-то. Не у всех, опять же, есть такая возможность. Поэтому я бы все-таки остановился бы на России. Не так все страшно и не так все плохо. Наши слушатели могут выразить свое мнение по телефону прямого эфира. 495 это код города, 65 10 996. Либо написать на сайт Финам.фм. Если говорить о какой-то другой стране, нежели России, вот у вас есть какие-то личные предпочтения? Где бы вы купили бы квартиру или таунхаус? Ну, тяжело сказать. Не думали об этом? Тяжело сказать. Приезжаешь в какое-то место, тебе там нравится. Да, и на самом деле мест, где нравится очень много. Нравится в Италии, нравится во Франции, нравится где-то в Азии, на Бали. Там везде свои преимущества. Когда ты понимаешь, что уже как профессионал, что нужно зайти, так скажем, вложить сюда некую сумму денег. Там разные цены везде действительно. Там где-то можно уложиться и в 40-50 тысяч долларов. Где-то там цена вопроса начинается от миллиона евро, условно говоря. И ты понимаешь, что ты что-то купишь и приедешь сюда, наверное, на 2-3 недели в год. Может быть, на месяц. Ну, может быть, дети приедут отдохнуть на 2-3 месяца. А все остальное время эта недвижимость будет стоять. Понимаешь, зачем это надо. Лучше я, так скажем, да, тот же самый миллион вложу куда-то, в ту же Россию. Буду зарабатывать те же 10-12% годовых, заработаю в год 100 с лишним тысяч долларов. И на эти деньги я могу 2-3 раза в год снять все, что я хочу в любой стране мира и поехать куда угодно отдыхать. Поэтому все-таки в моем понимании приобретение недвижимости за границей это больше уже для людей, наверное, ближе, чем к пенсионному возрасту. Либо действительно к людям, которые могут себе позволить собраться, уехать, пожить неделю-две, три недели, пожить месяц, потом захотели, остались еще на месяц. То есть, кого не держат здесь бизнес, работа или еще что-то. Но это, так скажем, не средний класс и не бизнес-класс. Это не тот, так скажем, покупатель, наверное, который ориентируется на наши предложения. Потому что у нас там входной билет от 2 миллионов рублей. За границей что-то приличное, мне кажется, все-таки за эти деньги купить тяжело. Хорошо, у нас на прямой связи Игорь. Игорь сейчас хочет высказаться по поводу трассы. Здравствуйте, Игорь. Да, добрый день. Вы знаете, я хотел бы сказать вашему гостю. Там просто не имею сниженность, там чуть-чуть за ноги, 5 километров. На самом деле ехать туда в среднем каждый день от 2 до 3 часов. И дорогу, насколько я знаю, там меньше, чем через 5 лет не планируют трежнику. Поэтому покупать как бы вот в этом направлении, честно говоря, я бы на самом деле не стал. Спасибо, Игорь. Алексей? Ну, про 5 лет я так и сказал, что в 16-17 году эта дорога должна быть закончена, ее строительство. По поводу дороги, ну, не могу сказать, что 2,5 часа туда ехать. Ну, смотря откуда. Если ехать вечером, ну, может быть, там. Я же объясняю, я езжу немножко в другое время. По другой стороне, назовите мне трассу, где вы в пятницу будете ехать 40 километров от Москвы. Там, ну, наверное, меньше, там, полутора-двух часов. Наверное, такой трассы просто нет. Мне кажется, да, вот все, что около Москвы, все очень сильно загружено, на самом деле. Новая Рига, хорошая трасса, без светофоров, без перекрестков, без ГИБДД. Но, тем не менее, все равно там пробки. Недавно вот реконструкция была. То есть, а я думаю, что это чуть ли не самый, наверное, лучший вариант. Вот Новая Рига. Ну, ее реконструируют, насколько я помню, я по ней там часто езжу. Уже, наверное, последние лет 5 или 6 периодически там что-то делается. Сначала трассу, потом мосты. Сейчас опять расширяют дорогу, потом опять расширяют мосты. Ездить по ней сейчас, ну, по большому счету, невозможно. Наверное, когда все это закончится, будет хорошо. Ну, опять же, кто... У кого есть какие возможности? Стоимость сотки на той же Новой Риге, она совсем другая. И там, если бы мы свой проект нашли бы там в такой же отеле, такую же инфраструктуру и захотели бы построить в 30 километрах от Москвы по Новой Риге в Сосновом лесу некий комплекс, я представляю, во сколько нам это бы обошлось. Там покупка 15 гектаров в Сосновом лесу. И, наверное, цены были бы там не 50 тысяч рублей за метр, а 150. Хотя, наверное, и нашлись бы свои покупатели. Мы все-таки тут у нас эконом-класс, да? Ну, понятно, да. Это понятно. На самом деле, я понял. Значит, надо, во-первых, иметь возможность зарабатывать деньги, условно говоря, через интернет, через телефон, чтобы обезопасить себя от пробок. Но при этом, живя под Москвой, либо за границей, неважно. Главное, в том месте, где была бы хорошая связь, интернет и так далее. Вот это, на самом деле, идеальный вариант. И Яхнутовый лес, в общем, вполне под это подходит. Хотел бы поговорить еще о самой компании-девелопере. Вы же девелоперы, правильно я понимаю? Да. То есть, Avantel Invest. Вот когда возникла? Возникла вот конкретно под этот проект, я так понимаю, да? Да, эта компания сделана была непосредственно под этот проект. И участники этой компании до этого имели частный проект, скажем, как частные инвесторы. А это, в общем-то, первый такой большой проект, который захотелось сделать. Объединили там свои усилия. И, в общем-то, с помощью нашего партнера финансового промсвязьбанка проект, в следующий момент, реализуем. А если говорить о коммерции, чистой коммерции, финансовой. У нас, поскольку программа о бизнесе, можете сказать какие-то исходные условия, сколько затратите, сколько хотите заработать? Ну, условно говоря, структура цены квадратного метра, на самом деле. Что там? Ну, структура цены квадратного метра, она достаточно сложна, с одной стороны, с другой стороны. Какой у вас стоит квадратный метр? В общем-то, квадратный метр стоит от 49 тысяч рублей. 49 тысяч рублей. Да, себестоимость строительства, в общем-то, она ни для кого не секрет. Она по Подмосковью стрельнее, где-то в пределах 20 тысяч рублей за квадратный метр. Так. Дальше туда, дальше входят коммуникации, сети, технические условия. Не могу сейчас сказать цифру, но дальше что у нас еще? Дальше у нас стоимость земли, естественно. Да, земля там не дешевая, земля покупалась достаточно дорого. То есть, выходит это все где-то в пределах 35, наверное, 37 тысяч рублей за квадратный метр себестоимость. Ну, а дальше уже, так скажем, сроки, стоимость привлеченных денег и вот, так скажем, возможности. Да, опять же, нужно понимать. То есть, зарабатываете процентов 20, да, получается? Да, на самом деле, как мы планируем через 3 года после начала этого проекта, проект должен быть, строительство завершено, да, там продажи еще какое-то время пойдут и в пределах 20% годовых, я думаю, можно будет заработать. Опять же, смотря куда пойдет рынок, вырастут цены сильно, да, значит, заработаем больше. Понятно, да. Потому что у нас цены рублевые, на доллар мы ориентированы, поэтому чем, так скажем, больше будет расти доллар, тем нам проще будет продавать в рублях и, соответственно, там в рублях больше зарабатывать, да. Тут все-таки живем мы в России, поэтому мы считаем в рублях эту всю историю. Телефон прямого эфира 495, это код города 6510996. Мы продолжаем общаться с Алексеем Кокаревым, генеральным директором Avantel Invest, компании-застройщика загородного комплекса Яхонтовый Лест. Алексей, ну, 20%, а это вообще по рынку нормально или это больше, или это меньше вообще? Как это в девелоперском бизнесе? Насколько это хорошие цифры? Я думаю, что все скажут, что это цифры хорошие, другое дело, что есть, наверное, некие уникальные проекты, есть у неких девелоперов свои там некие там возможности, да, и кто-то зарабатывает больше, кто-то, может быть, зарабатывает меньше. Есть проекты неудачные, которые построены и стоят, они не продаются. Вот, я думаю, что на самом деле это хорошая цифра, потом все-таки мы остаемся в этом проекте как управляющая компания, то есть часть площадей коммерческих, они там, мы будем все-таки развивать там какую-то и свою инфраструктуру. Вот, земельный участок большой, никуда он не денется, все равно как бы остается, поэтому проект, в общем, он такой, он в длинную, потом нельзя просто считать, что построили и продали, потому что те апартаменты, которые не проданы, мы их тоже как застройщики будем использовать, будем передавать их управляющей компании, они будут приносить доход как номерной фонд отеля, то есть они будут сдаваться в аренду, притом это не просто аренда в неком там многоэтажном доме в поле там или в Москве, да, то есть это фактически полноценный отель, кто-то приезжает и хочет не иметь никаких проблем там с питанием, там покупает шведский стол в отеле с трехразовым питанием, а кто-то, скажем, отправит нянечку с ребенком на лето, говорит, кто-то скажет, я не готов платить там 150 тысяч рублей за номер там для няни с ребенком в отеле, я лучше куплю там тот же самый однокомнатный апартамент там за 2,5 миллиона, да, отправлю ее туда, она у меня там сама и не составляет больших проблем, там приготовить для себя еду или для ребенка, да, когда лениво, можно сходить опять же в ресторан отеля там или в кафе, но приезжали люди, которые рассказывали, сколько они тратят деньги вот так вот каждый лет, отправляя семью в подмосковные отели, вот опять же по каким-то причинам именно подмосковные отели, то есть не за границу, вот хотят здесь, вот едут, да, опять же у многих пожилые родители, которые в принципе не готовы ехать куда-то, да, даже в ту же там близкую нам и по языку там, да, и исторически Болгарию, да, говорят, вот в Подмосковье поеду, загородный дом сложно, нужно следить дорого, отправляют сюда, и люди считают, говорят, я купил этот апартамент, сюда приехал на лето, я сюда приехал там на какие-то там длинные праздники, Новый год, ноябрьские, майские праздники, и за три года у меня эта стоимость отбилась, и плюс я имею собственность, поэтому спрос на такие вещи как бы будет, и именно мировой опыт-то показывает, что апарт-отели, где цена в 2-3 раза ниже стоимости номера, чем в соседнем отеле, они всегда пользуются спросом, это первое, что раскупается, если вы захотите поехать там в те же Канны в июне месяце, и за две недели там зайдете на любой там букинговый сайт, и захотите что-то там найти, вы найдете там дорогие отели там по 500, по 800 евро, там по 1000 евро, а вот апартаменты по 150 евро трехкомнатные с террасами рядом с этим же отелем, вы не найдете, потому что они все сняты там за год вперед. А вот у вас сколько, 5000, да, это в месяц? Нет, 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 5000 рублей в среднем стоит номер отеля, да, нет, стоит стоимость отеля, стоимость номера в отеле для двоих с питанием. Обычный номер, да, то есть одна комната? Да, обычная комната с санузлом, хорошего качества там, да. Я всегда поражал, почему такая большая стоимость вот именно подмосковных, ну либо может быть по России еще вот часто, около Екатеринбурга, вот я жил в отеле, тоже там была сопоставимая стоимость 200 долларов, то есть по сути, что в Европе дешевле, почему так? Как вы считаете? Ну, мы тоже этим вопросом интересовались и долго его разбирались, на самом деле тут несколько составляющих. Первая составляющая, это достаточно дорогая рабочая сила, вот как ни странно, да, особенно не могу сказать там по всей России, но подмосковье это точно, то есть найти там, условно говоря, там официанта или уборщицу, которая будет работать там за 10-15 тысяч рублей, это невозможно, да? Ну как же гости Средней Азии? Гости Средней Азии могут, наверное, все-таки работать там, условно говоря, там на улице или еще где-то, но я не видел там подмосковье отеля, где гости Средней Азии работали бы там официантами, либо там, не знаю, там на ресепшене стояли и так далее. Вот второй вопрос, это, в общем-то, достаточно дорогая земля, достаточно дорогие сети, коммунальные услуги и все это в совокупности складывается. Ну и, наверное, все-таки спрос, да, если бы отели стояли на 80% пустые весь год, загрузка была бы средняя по году там процентов 20-30. А вот это удивительно, вот люди берут же, да? Наверное, цены были бы другие, а поскольку средняя загрузка там таких же отелей там, она, ну, в любом случае, выше 50%, по европейским меркам это более чем нормально и поэтому и цены таки держатся. Хорошо, мы поговорили по поводу постройки недвижимости, поговорим по поводу продажи и по поводу управления недвижимостью, но после новостей. Итак, обсуждаем загородную недвижимость, обсуждаем ее с Алексеем Кокурием, генеральным директором Antel Invest, компания, которая строит загородный комплекс Яхонтовый лес. Обсудили строительство, обсудили структуру цены квадратного метра, обсудили, зачем вообще люди ездят за город и вообще покупают там недвижимость и чем это лучше, чем в Москве и чем это лучше, чем в какой-либо другой цене. А теперь немножко по поводу продажи. Девелопмент это постройка, продажа и управление недвижимостью, правильно я понимаю? Да. Продажа. Как сейчас продавать то, что уже построено? Как именно наладить вот этот сбыт? Как вы это делаете? Ну, люди, которые строят давно и успешно, большие компании, естественно, продают это все сами и здесь, конечно, нам тяжело с ними конкурировать, когда человек приходит там, ну, не будем называть имен, там, да, к любому большому там областному застройщику, говорит, я хочу там что-то купить. Ему на выбор предлагается там 3, 5, 10, 15 разных проектов в разных частях города, там, с разными, там, немножко ценами, да, там, с разной степенью готовности. Естественно, ему там выбрать проще, да, и проще прийти к одному, там, в некий такой, назовем, такой, некий такой магазин, да, и там все это выбирается. Ну, опять, ну, с другой стороны, все, что там предлагается, оно, в общем-то, все типовое, и отличие, там, одного проекта от другого, там, они отличаются направлением, удаленностью от Москвы. Все остальные нюансы, они, как правило, да, там, позиционируются, наш дом стоит рядом с лесом, когда ты приезжаешь и смотришь на этот лес, там, в, там, 500 метрах, в лучшем случае, да, а через, там, в год начинается стройка, и все, что у тебя там... Это отдельная тема, то, что заявляют, и то, что в реальности. Да, на самом деле, так и получается, и многие, которые покупают сейчас, они, в общем-то, это прекрасно понимают. У нас, соответственно, ситуация другая, мы продаем один конкретный проект, да, и нам, в общем-то, нужно показать его эксклюзивность и объяснить людям, что, купив, там, жилье здесь, вы получите вот это, вот это, вот это и вот это, и получите это не завтра, там, да, когда мы, там, у нас, там, соблаговолит, там, скажем, там, руководство, да, либо у нас, там, будут деньги на то, чтобы что-то, там, построить, что-то в виде, там, ресторана, там, бассейна, там, боулинга и так далее, да, мы приезжаем, показываем, да, вот оно есть, и, в общем-то, здесь нам в этом плане проще, потому что нам не надо ходить и рассказывать, какой здесь завтра будет город-сад, мы показываем, в общем-то, ту территорию, которую застраиваем и мы, и показываем то, что у нас за лесом стоит действительно первоклассный подмосковный курорт, который по последним рейтингам, там, занимает первые места, и, если вас, в принципе, устраивает отдых в Подмосковье, то, наверное, ничего лучше вы не найдете. Почему мы в свое время, там, немножко поменяли концепцию и ушли, там, от строительства большого количества корпусов в лесу и строим сейчас вместе с апартаментами еще и таунхаусы, потому что мы даже этого не совсем ожидали. Приезжают люди более обеспеченные, которые готовы заплатить, там, не, там, 2-4 миллиона за апартамент в здании, а готовы купить, там, тот же таунхаус, там, там, да, за 10-12 миллионов, создаваясь со своей придомовой территорией, тоже на территорию курорта. То есть, покупатель все-таки, он не совсем, как бы, эконом класса, да, то есть, есть покупатели, которые готовы, там, платить больше деньги, и они, в принципе, понимают, за что они их платят. То есть, вы продаете сами, да, без привлечения. Да, мы продаем сами, потому что мы, во-первых, сами понимаем, как это продается. Нет, мы сотрудничаем с разными агентствами недвижимости, через которые тоже идет определенный, там, объем продаж. Естественно, да, у них есть своя наработанная клиентура, но основные продажи идут, как бы, сами, потому что кто основной покупатель, да, кто, вот, слушает наш по радио, заходит, находит нас в интернете, приезжает в отель, отдыхает и видит, что там строится и что это такое. Поэтому, на самом деле, не было смысла абсолютно никакого отдавать кому-то эксклюзив на этот проект. И тоже, в общем-то, опыт показывает, по-моему, практически всех застройщиков, что лучше, чем сам, не сделает никто в этой ситуации. А вы, с какого момента вы начали продавать, то есть, когда это случилось? Продавать мы понимали, что ситуация, в общем-то, такая, здесь не совсем обычная, да, и проект достаточно уникальный, и объяснять людям, что здесь будет, наверное, тяжело, поэтому продажи у нас начались, строительство началось в 2010 году, в конце, в ноябре. Начали мы продажи с весны 2012 года, то есть, когда первый корпус уже стоял готовый. Не очень давно. Да, поэтому, в общем-то, продажи идут, там, порядка пяти месяцев на сегодняшний день. И сколько процентов, примерно, продали за это время? Проданы из 90 апартаментов, на сегодняшний день больше двух третей, это точно, наверное, там осталось свободных, может быть, там, штук 20-25. Это апартаменты, а таунхаусы? Таунхаусы мы начинаем только сейчас строить, только открываются продажи сейчас, вот, поэтому... Они дороже, да? Да, они дороже, таунхаусы площадями от 130 до 190 квадратных метров, ну, даже самая маленькая площадь, это три полноценные спальни, в больших, соответственно, таунхаусах, там, два балкона, терраса и придомовая территория, там, от 3 до 8 соток, то есть, фактически, ну, очень полноценная дача уже. Плюс на территории, там, сосны, иковые деревья, ну, вот, цены от 10 до 12 миллионов, ну, соответственно, на старте будут специальные предложения. 12, наверное, стоят какие-то вот крайние варианты, да? 12 стоят крайние варианты, где их можно сделать больше площадью, различные варианты уже, там, трансформации появляются, там, организации, там, свободного пространства, земельного участка, либо где земельный участок можно сделать больше. Это уже, как говорится, все индивидуально будет обсуждаться. Звоните, 960-33-19, вам ответят на все вопросы. А вот по ипотеке много народу берет? По ипотеке запросы есть, да, статистика такая есть, есть у нас ипотечная программа от Промсвязьбанка, вот, но на самом деле мы предлагаем достаточно льготные тоже условия по рассрочке, и многие, так скажем, поскольку все-таки цена входного билета, она не очень большая, многие соглашаются на рассрочку, чем на оформление ипотеки, потому что ипотека все-таки это такой достаточно, ну, длительный процесс, да, то есть это, если человек там в месяц готов платить, условно говоря, там по 30-40 тысяч рублей, то ему, наверное, единственный вариант, если это ипотека, так, человек приходит, говорит, да, я там 2-3 миллиона готов там выплатить вам в течение года, то мы ему, в общем, предоставляем рассрочку, да, у нас ставка немножко повыше, чем по ипотечным программам, по минимальным, но если складывать туда стоимость страхования, стоимость оформления, комиссии, ну, и все, что там связано с ипотекой, то наше предложение получается более чем выгодное, и многие там соглашаются на него, а поскольку, я повторюсь, входной билет, он действительно небольшой, то люди в состоянии рассчитаться, там, заплатить эту сумму, там, в течение, там, ну, кто-то двух месяцев, кто-то года, но основная масса приходит, как бы, и платит сразу, да, потому что не сильно высокая цена, ну, в общем, да, несколько миллионов, это, в общем, действительно, экономический, экономный вариант, на самом деле, действительно, ну, при том, качество самого строительства, оно достаточно высокое, стоят итальянские лифты в доме, отделаны импортными отделочными материалами, все это, вот, то есть, если можно приехать, все это уже посмотреть, потрогать и увидеть. Планируете, когда достроить, еще раз? Первый корпус уже достроен, второй корпус будет достроен весной 2013 года, вводится в эксплуатацию, и третий корпус в конце 2013 года. Что-то планируете, какие-то следующие проекты начать на данном этапе? На данном этапе нет, наверное, закончим этот, посмотрим, да, там, еще нужно будет строить элементы инфраструктуры, там, места много, да, мы сейчас, я сейчас говорю, как бы, непосредственно о жилье, то есть, будем развивать эту территорию дальше. А с чем пришлось столкнуться, вот, какие-то, может быть, основные проблемы, которые были в ходе вот этого проекта? Ну, всегда есть какие-то нюансы, что-то можете вспомнить, вот такое, что действительно, как-то сильно помешало, или, может быть, какое-то внесло? Основные проблемы, они, наверное, у всех одни, это изношенность той коммунальной инфраструктуры, которая есть, да, все-таки у нас все коммуникации, все сети городские, да, то есть, подключенные к сетям, там, города Ногинска, но поскольку это, в общем-то, его фактически уже окраина, да, то есть, она юридически, это город, да, на самом деле, это уже, там, далеко за город, вот. Проблемы с этим, конечно, были, но здесь и шли навстречу, там, местные власти, там, понимая, да, что мы, в общем-то, создаем, потому что этот проект наш строится на территории бывшего пионерского лагеря и бывшего, там, пансионата, который был закрыт и не работал уже, там, лет, наверное, 20. Стоят рядом дома, в которых жили бывшие сотрудники этих, так скажем, строений, там, того же пионерского лагеря, пансионата без работы, да, сейчас, соответственно, наш проект, там, даст работу, там, значительной части из них, вот, поэтому навстречу, как бы, шли, в общем-то, основные проблемы были, ну, даже не проблемы, а такие вопросы были именно с этим, а все остальное, ну, грамотная, как бы, организация и отслеживать процесс строительства, вовремя оформлять все документы, да, чтобы не иметь проблем, там, ни с прокуратурой, ни с, в природах, всякими охранами, органами, которые приезжают, естественно, и смотрят, да. Ну, а сложный девелоперский бизнес или не очень, как вот вы считаете? Да, любой бизнес сложный, он... Ну, по сравнению, по сравнению, понятно, что любой бизнес, естественно, сложный, но вот так, если сравнивать, как вы считаете? Ну, наверное, это один таких из самых консервативных видов бизнеса, да, там, если, там, брать что-то другое, да, потому что, если говорить, там, о той же работе, там, на рынке ценных бумаг, там, все-таки больше, ну, в моем понимании роль играет, там, удача, или, там, как, угадал, не угадал, еще что-то понятное. Ну, это в казино, скорее, все-таки рынок ценных бумаг, там тоже есть профессионалы, которые зарабатывают. Ну, если мы посмотрим, ну, в том-то дело, да, что все профессионалы, там, они все в любом случае зарабатывают, потому что они зарабатывают на чужих деньгах, они, по-моему, в любом случае заработают свою комиссию. Ну, если мы посмотрим, там, те же кризисы, да, там, последних лет, и тут же, там, буквально недавний кризис, восьмого-девятого года, ну, и посмотрим всех известных тех же самых игроков рынка ценных бумаг, которые, там, регулярно появляются на разных, там, специализированных каналах, ну, сколько из них предсказывали этот кризис, да, давайте говорить откровенно? Ну, наверное, немного, да, если кто-то действительно... А практически вообще не было никого, кто бы предсказал такое сильное падение, ну, буквально единицы, но это могло быть действительно... Так, да, ну, потому что кризис периодически кто-то всегда предсказывает, потому что кто-то из них обязательно попадет, там, в него, да, там, рано или поздно, или, может быть, один раз в жизни попадает любой из этих аналитиков. Поэтому, ну, то, что они свои деньги зарабатывают, как бы, да, на этом рынке, ну, не знаю, честно говоря, поработать так и в какой-то момент обзвонить, там, 50 клиентов сказать, господа, вы тут потеряли вот столько, и что делать дальше, я, конечно, знаю, да, но вот на сегодняшний день это вот так. Наверное, не очень люди будут рады и виноватым сделать, наверное, все равно тебя. Лучше дарить людям, как бы, да, некий позитив, да, там, и делать то, что, и строить то, что завтра будет стоять, и будет стоять через 10, через 20 лет люди будут жить, радоваться и так далее. А почему у нас не стоит задача построить и уйти, а почему, говорю, что мы остаемся в этом проекте и будем развивать его дальше, и эту территорию, и именно этот поселок, и тот, кто приедет сейчас и посмотрит то, что сделано там, тоже самое благоустройство вокруг этого дома, видит, что здесь относятся к этому неформально, а действительно с перспективой такой, чтобы люди туда жили, приезжали, жили и действительно отдыхали. То есть для этого там на сегодняшний день создаются все условия. Алексей, ну, допустим, проект закончен, да, 13-й год, проект закончен, что дальше? Думали, как вот, что будете делать дальше и самостоятельно, и в качестве, может быть, компании OneTelInvest? Какие планы дальнейшие? Ну, честно говоря, вот то, как идет сейчас этот проект, наверное, возникнет желание сделать что-то подобное еще где-то, да, потому что, в общем-то, со многими мы даже разговаривали и девелоперами, и риэлторами, и когда объясняли, что мы хотим сделать и как, они смотрели, говорят, ну, конечно, идея интересная, но мы не знаем, да, там, как оно пойдет, оно или не пойдет. Поэтому, скажем так, попробовали. Уже сейчас видно, что это получается, да, честно скажу, пришлось в процессе немножко этот проект как бы корректировать и менять, но, естественно, все это было в лучшую сторону. А в двух словах, в чем были изменения? Убрали мы из большой, достаточно, лесной застройки в лесу все корпуса большие, да, оставили из первоначально планировавшихся, там, 11, оставили их 3, да, сделали таунхаусы на свободных, там, от лесных деревьях площадках. Именно для того, чтобы сделать таунхаусы, из-за того, что спрос, увидели, что спрос есть. Сделать таунхаусы и сохранить максимально лесные, именно сохранить лес, да, то есть, как сказал один из архитекторов, с которым мы работали, говорит, вы делаете неправильно, вы должны посадить дома вот так, потому что это, условно говоря, там, по архитектурным и градоцветным нормам это правильно. Мы говорим, если мы так посадим дома, то у нас, условно говоря, из леса ничего не останется, он говорит, деревья можно посадить, мы говорим, нет, вот у нас есть пятна, где мы можем строить, там мы построим, а лес, он пусть остается, я не хочу объяснять человеку, что он лес увидит через 20 лет, когда он вырастет. Я лучше покажу ему сегодня, да. Всегда приятнее жить на лоне природы. С нами был Алексей Кокарев, генеральный директор Авантель Инвест, компания, которая строит Яхонтовый лес. Спасибо, Алексей. А это был бизнес-класс на Финам.ФМ и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. До свидания.